Девушки отдыхают Эй, Вен Это Adult Video News Adult, кто не знает это по-английски, взрослый И это же слово Этим словом обзывают Киноиндустрию для взрослых То есть, грубо говоря, порнуху по-нашему, по-русски Январь, вообще время вручения Кинонаград Вот вы помните, мы обсуждали лауреатов Золотого Глобуса Обсуждали наши передачи В Трамсё Фильм Звягинцева Елена получил приз Наверное, на Оскар на днях То есть, прямо вот кинонаграда В этом смысле, так сказать, в череде наград Это такой порно, аналог Оскара, но порно То есть, порно-Оскар Да Где в Лос-Анджелесе Выручается эта премия Соответственно, мы считаем своим долгом изучить Лучшие труженики и труженицы Нас же ведь кино во всех проявлениях И во всех ипостасиях, так сказать, интересует и волнует А это особенно волнует Да, но мы как бы Критики отказались Участвовать в обсуждении Мы пытались пригласить несколько кинокритиков Отказались все, надо заметить И не только кинокритики, на самом деле Кстати, вот интересный вопрос Извините, сейчас чуть-чуть небольшой офф-топик А есть, ну, критика? Ну, такая профессиональная, продуманная Не просто в комментах на торренте Когда скачиваешь и снизу Во-первых, есть Серьезно? Есть люди, которые действительно занимаются Это без всяких шуток, это не анекдот Критикой, это первое Второе, даже в нашей стране Даже в нашей стране, если вы помните Вот у нас в гостях был Паук несколько раз Сергей Троицкий, по прозвищу Паук Вот в конце 90-х, по-моему, может в середине Скорее в конце Он писал, не помню точно в каком журнале Ну, публиковал Железный марш, по-моему, журнал назывался Ну, был у него журнал Железный марш Я не помню точно в этом журнале Но, возможно, в этом Они публиковали Многие принадлежали Перу именно Троицкого, Паука Рецензия напорного фильма Ну, такую вдумчивую или просто Ужасно смешную В стиле Паука Ну, то есть там подробно описывается, так сказать, сюжет Со спойлерами И все, так сказать И все нюансы, так сказать, отношений Недлительных мужчина и женщина-мужчина И мужчина-женщина и женщина Вот Ну и так далее Нет, это было ужасно смешно Но, на самом деле, что касается Запада Там есть действительно критики Эти награды, это не просто, чтобы погоготать Выучаются, типа Итак, лучшая актриса второго плана была Нет, на самом деле, вот я смотрю на номинации Я смотрю на номинации Там серьезно подходят к делу, на самом деле И судя по-серьезски Судя по номинации А знаешь, почему, извини, Илья? Ну Потому что это, на самом деле, многомиллиардный бизнес Ну, само собой Извините-ка, компания вот шведская Private Она сейчас немножко банкротится, говорят Дело не в этом Она торгуется, извините, пожалуйста, на бирже Она вышла на публичное IPO Это серьезная, респектабельная, очень дорогая Приносящая высочайший доход компания Это индустрия, действительно Многих нагибает там, кстати Это не то, что в Питере там четыре человека Вот Эльдар Бугунов и его друзья И что-то компани Ну, типа, да Встретились, быстренько отсняли И это серьезная индустрия Так вот, к номинациям о том, что там все серьезно Просто там помимо лучших актрисы, лучший артист Лучший артист или актриса, мы не поняли То есть такая номинация Лучше казалось бы актриса, а казалось актер Да, есть, например, такие номинации, как Лучшее художественное оформление Лучшая редакторская работа Я не понимаю, что в этом, что парадоксального и смешного Лучшее несексуальное представление Представление? Несексуальное Это я тебе скажу Это, конечно, цирк Дюссалей Да, но еще самое жесткое порно Это, конечно, лучшая DVD о съемках фильма Фильм о фильме Фильм о фильме Там наверняка есть невошедшие кадры Неудачные дубли На самом деле, мы все обсуждаем А людям-то интересно конкретные имена Потому что многие их знают Героев-то надо Благодаря интернету, так сказать, трансграничному Многие знают этих героиней Итак, под аплодисменты Лучшая актриса Джесси Эндрюс Лучшая новая старлетка Бруклин Ли Лучшая актриса второго плана Как это? Как это? Вот, кстати, мне тоже интересно Ну ладно, мы не будем показывать Зашла в номер, принесла шампанское или что? А потом осталась, посмотрела на то, что происходит Как бы то ни было, Джесси Джейн Ну ладно, еще раз с ней Дальше Лучшая исполнительница Бобби Стар Видимо, они там на пианино играют Слушай, а ты нам что-нибудь показываешь? Слушай, вот мы сидим с Ильей И, так сказать, номинации объявили Да, я сохранил себе ссылки А ты смотришь кино зачем-то На нормальном компьютере Могу сказать цифровой вариант Цифровой вариант Джесси Джейн Вы видите, пожалуйста, на экран Я просто делал на обычном компьютере Серьезно? Вот ссылка у меня вот так вот открылась А симпатичная девчонка Давай дальше Можно вернуть детей смело к экранам Давай дальше Так, лучшая иностранная актриса Алиска Даймонд И лучшая новоспетая старлетка Какая? Новоспетая Новоспетая? Новоспетая старлетка Невоспитанная, может быть? Лучший дебют Бриджит Би Перерождение Бриджит Би Бриджит Би Ну что ж, да И лучшая исполнительница Бобби Стар Да, но я вот смотрю по фильмам По фильмам И ты знаешь, в основном Есть хорошие Хорошие все, причем Все интересные Там есть тренды, кстати И никогда не знаешь, чем закончится В каждом фильме Вот мы сейчас рискуем Опять же, знаете, в такое С липкими руками И слюнявыми губами Так сказать, обсуждать просто Виденное или слышанное Мы же хотим обобщить Вручение порно-оскара Я тебе делаю обобщение Я тебе говорю, что я смотрю Фильмы, которые получили Большое количество премий Это пародия на шоу ужасов Рокки-хоррора Пародия на Спайдермена Пародия на Алису В стране чудес Пародия на телесерал Стартрек В основном побеждают пародии Пародия на Звездные войны Пародия на Рокки Это тренд, пожалуй Это тренд Побеждают пародии Я даже видел пародию На пиратов Карибского моря Причем она в нескольких Трех частях, кажется Да Слушай, а ты понимаешь, да О чем это говорит-то? Ну Подожди, подожди Я зайду издалека Вспомни Фильм Гости из будущего Наражит Помнишь девочку Юную и прекрасную С большущими глазами В которой Были влюблены все мальчики Союза Можно я буду думать про красную шапочку? Да нет проблем Про кого бы ты не думал Ты главное думай Просто К сожалению Смысл в том, что все действительно думают Вот об этом Смотрят фильмы Так сказать Обычные Нормальные Хорошие фильмы И часто думают Почему так популярны Анжелина Джоли И Брэд Питт? Потому что думают Ну и так далее И так далее Так вот Представьте себе И ты получаешь По истечении какого-то срока Ну ты получаешь Фактически воплощенное Это конечно Такая квази Квази Алиса Квази Громозека Громозека И квази все прочее Я почему-то Чубака громозека Ну каждого свои фантазии Мы не будем сейчас окружать Леш Подоставим эту интимную Мы свободная страна Так вот Но тем не менее Но тем не менее Это попытка Это попытка Воплотить вот эти твои Отвратительные фантазии И не просто попытка А вполне себе успешная попытка Состоявшаяся В общем ты говоришь о том Что значит Зарубежные телезрители Всегда мечтали увидеть Как принцесса Лея Занимается сексом С Люком Скайуокером А наши дети Ну и с Чубакой А наши дети Всегда мечтали увидеть Как красная шапочка Яна Поплавская Все-таки попадает В руки Волку Вот в таких терминах Я не желаю это обсуждать Вот в том-то и дело Понимаешь Давайте говорить Извините пожалуйста Давайте говорить все-таки О персонажах А не о людях Нет Я просто Ну да Там же Как она выглядела Там же не Натали Портман Снимается Мы говорим про пресенцию Лея Значит мы говорим про красную шапочку Не надо говорить про людей Давай говорим про персонажа Хорошо про красную шапочку Ну в общем детские фантазии Какие-то первые Воплощаются в этих самых штуках Они вот Как раз пользуются спросом Не воплощаются Они пользуются спросом Потому что именно эти фильмы Эти порно-пародии Получаются популярностью Да Вот соответственно То есть подростки Которые мечтали-мечтали Потом доросли Возглавили порно-бизнесовую Маленькую порно-студию В горах где-то И значит начали Эти фантазии воплощать Нет Просто был-то стереотип Что это как раз-таки Порно-индустрия Она индустрия для взрослых Но как выясняется Она индустрия Для не очень-то Выросших подростков Нет Все правильно как раз-то Если мы будем исходить Из того что взрослый Это всего лишь Слегка подросший ребенок Так То все нормально То все твои Слегка подросшие фантазии Реализуются в этих Слегка Как называется Попародийных версиях Твоих любимых фильмов Звездных ли воин Как там Тайна третьей планеты Ли И Брюс Ли Но если честно Я думаю что Такой же механизм Как в Америке Чтобы переделывать В порно-версии Гениальные советские фильмы У нас не сработает В России Ты знаешь потому что Вот да Ты знаешь в этом и смотри И плюс и минус Я вот что Что мне в голову пришло У нас же не так много Вот в Америке Супергерои вообще Ну вот супергерои Детских мечт Вот в этот класс Они же очень быстро меняются Вот смотри Там сколько супергероев Это Капитан Америка Там вот прям Их очень-очень много Прям плодит индустрия американская Человек-паук Человек-паук опять же То есть там Каждые грубо говоря Там 2-3 года Появляется некий Новый символ Для подростков и детей Который там Захватывает их воображение И ум А знаешь почему это происходит Это плюс для Голливуда Ну большой минус для детей Потому что Когда ты смотришь Со своим любимым Человеком-пауком Свой любимый детский фильм Потом возрастаешь И смотришь Как этот же Человек-паук Используя все свои Суперспособности Делает эту С главным врагом Как-то А у нас Вспомнил Нас же не так много Вот у нас как там Была Алиса Селезнева Как там Была Не помню как зовут Маша Маша Испетечкина И Петрова Мне кажется что мы как раз Вот извините меня Может за излишнюю Сентиментальность Но мне кажется что мы Пока не научились Как бы вот Есть эвфемизм Какой-то Вот этому слову Отвратительному Нельзя заниматься Этим со своей мечтой Нельзя мечту Так сказать Понимаете Иметь Нельзя иметь мечту Нельзя ее иметь В плохом смысле слова В плохом смысле И поэтому И поэтому Вот почему говорят Что скажем Порнуха Она безнравственна Ну казалось бы Ну вот раз Вот два Что такого безнравственного Вот именно в этом смысле В этом аспекте Мы должны Байкотировать Эту премию AVN Awards 2012 года Зато чужую мечту Иметь можно Все же смотрят Американские порнофильмы Да, а речь только о чужой А своей мечте Живую мечту иметь можно Но наши мечты Неприкосновены Тогда Наше поздравление Джесси Эндрюс И Бруклин Ли